Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно о том, что управляющие компании призвали повысить квартплату для россиян, для нас с вами. Но мы с вами уже вчера говорили о том, что подписано постановление правительства, согласно которому на капремонт можно повысить на 25%, исходя из того, что заключены договора на капитальный ремонт. Вот вы знаете, это отдельная графа, когда платишь там, квитанция за месяц приходит, за квартиру платить, и стройматериалы подорожали в 2, в 3, в 6 раз, там говорят управляющие гильдии, значит, глава гильдии управляющих компаний Москвина. И она говорит, настолько выросли цены на стройматериалы, а тут всего лишь на 25% можно повысить. Думайтесь только, да? Это просто фантастика какая-то. Вчера мы с вами это обсуждали, я говорил о том, что коммуналка просто нереально огромная, просто нереально. Я имею в виду, если вот сравнивать с заработной платой, там, с пенсией. Слушайте, я вчера сказал, что это примерно 40% от бюджета, ну, от зарплаты. Но получается, в целом, это бывает и не 40%, конечно, это бывает и 60, и 70, если это пенсия, там, и так далее. То есть, как на дрожжах растут все тарифы, здесь стройматериалы подорожали. На воду тариф почему растет? Вода подорожала, что ли, или еще? Транспортировка подорожала воды? Нагрев воды подорожал? Или что, газ подорожал сильно? Понимаете, то есть, у нас мы продаем газ всему миру, а у нас, кстати, для наших же жителей, для россиян, дорожает вода, потому что ее нагрев подорожал. Я имею в виду отопление, но это же просто, и вы понимаете, когда люди в период вот этих, там, два года были очень сложных, действительно, многие разорились предприниматели, многие потеряли работу и так далее. Люди не могут платить, просто не могут платить коммуналку и принимают не для того, чтобы помочь что-то, чем-то, да, там, а я понимаю подрядчиков, которые ремонтируют. То есть, у него компания строительная, обращается, он получил госконтракт, например, на, значит, соответственно, капитальный ремонт, там, дома или нескольких домов. И он понимает, что выросло все в цене и так далее, но это как-то его проблема. Я понимаю, там тоже работники, я понимаю, что он тоже предприниматель, там, и так далее. И, естественно, так сказать, у всех семьи, все, но это же должно как-то быть, там, субсидироваться должно. Но, опять-таки, субсидироваться из бюджета, это деньги, опять, налогоплательщиков, то есть, жителей, понимаете, но невозможно, чтобы коммуналка, да, сжирала половину бюджета семейного, просто невозможно. А тарифы растут просто нереальными какими-то темпами, при том, что нам постоянно говорят, что инфляция у нас там в пределах, там, что-то там общаюсь. Какая в пределах? Зайдите в аптеку, зайдите в магазин. Я захожу в аптеку, у меня волосы оставшиеся дылом встают, там, там просто уже запредельные цены какие-то. Это как в бутик какой-то самый дорогой зайти, это аптека называется. Вот что сегодня пишут, управляющие компании теперь, вслед за вот этим делом, о котором мы с вами поговорили, про капремонт, призвали повысить квартплату для россиян. Как вам? Нормально? Ну вот, пожалуйста, следствие. Я говорил, что это будет, как сказали, нужно изыскивать средства теперь, изыскивать средства, изыскивать средства для того, чтобы, соответственно, вот эти 25% повышения. А кто будет повышать? Откуда деньги-то возьмут? Из кармана людей. Вот и все. Поэтому теперь управляющие компании призвали повысить квартплату для россиян. Это мое себе кинооценочное мнение, но я считаю, что управляющие компании просто жируют. Там такая тропа для обогащения, просто она нереальная вообще абсолютно. Поэтому еще больше, еще больше, понимаете, они нажраться все не могут. Значит, опять здесь все это связывается с капремонтом, но в целом, повышая капремонт, самое интересное, знаете, что меня больше всего поразило? Вчера мы с вами вот разбирали высказывание исполнительного директора гильдии управляющей компанией ЖКХ Веры Москвиной, которая говорила о том, что это нормально, это правильно, как она выразилась, халява в ЖКХ закончится. Это халява у нас сейчас. Мы сейчас халявничаем с вами, действительно. Зубы на полку люди складывают, некоторые из-за коммуналки, они халявничают. Так вот, сегодня, вы знаете, я удивился тому, что она сделала заявление, она сказала, капитальные ремонты встали по всей стране. Кстати говоря, до того, как все это вот случилось и какие-то цены стали подниматься, я тоже не видел, чтобы там каким-то усиленными активными темпами какие-то капитальные ремонты домов были. Более того, когда я заинтересовался, решил почитать про эту графу, я понял, что платим сейчас в некий такой общак, из которого делают ремонты, да, и есть какой-то график. И вот многие сейчас пишут, например, пенсионного возраста люди, а если, например, у меня дом на 42-й год стоит в очереди, там, или на какой-то 32-й год, а мне 60 лет, так я даже не поживу в этом доме, в отремонтированном. Понимаете, в чем дело? То есть, вы платите сейчас, а когда будет капитальный ремонт, вообще непонятно. Поэтому вот это у меня тоже. Мне кажется, что если жители платят какого-то конкретного дома, есть конкретная сумма, да, в которую оценен капитальный ремонт дома. Пусть жители платят какое-то время, отведите им, так сказать, то есть, каждый дом понимал, что мы платим, и вот в такой момент будет капитальный ремонт, когда эта сумма накопится, что это называется. А так какой-то общак платить, то есть, грубо говоря, люди платят в каком-то одном городе, на их деньги ремонтируют там. То есть, вот понимаете, это тоже странно. Так вот, что она говорит. Значит, она это исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Мера Вера Москвина. Капитальные ремонты встали по всей стране из-за того, что строительные материалы поднялись в цене в 3, в 4, даже в 6 раз. А повышать расценки разрешили только на 25%. То есть, им мало, понимаете, о чем она говорит. То есть, расценки повысить всего на 25% разрешили. А строиматериалы, она говорит, подорожали в 3, в 4, даже в 6 раз. То есть, ей бы дать волю, халява закончилась, она бы сейчас на капремонт в 3, в 5, в 6 раз подняла. Представляете? То есть, людей бы без штанов, наверное, оставила для того, чтобы капремонт домов сделать. Представляете, какой у них... Да и то, это предельная величина. Конкретно, она говорит, уже будут в каждом регионе устанавливать. Насколько повышать. Могут на 10%, на 20%, но не более 25%. Цитирует комсомольская правда Веру Москвину. Значит, ну и вот вчерашние слова прочитаю, которые меня поразили. По ее словам, сейчас во время капитального ремонта не обойтись без финансовой помощи жильцов. Халява ЖКХ давно закончилась. И собственник несет ответственность, в первую очередь, финансовую. Вы знаете, если вот мне просто интересно взять, вот, например, ремонтируют они дом. У них есть смета, да? Там стоимость капитального ремонта этого дома. Взять независимую экспертизу, провести, и просто сравнить вот те виды работ, которые они выполняют. Мы же прекрасно знаем, там, перекрыть крышу, там, в подвале что-то сделать, или где-то еще. Это может быть, что называется, строительная компания, вы понимаете, да? Которая получает заказы на это. И, ну, она выполняет, выставляет, понимаете? То есть, здесь схем полно просто для того, чтобы получать просто бешеные деньги абсолютно. Поэтому я считаю, что нужно понизить квартплату. Не повысить, а понизить и на капитальный ремонт, и на все понизить. Потому что те, кто это делает, они просто очередной домик в Италии не построят. Вот и все. Это мое мнение. Друзья, пишите ваши комментарии, что думаете на себя счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Канал Будда Гришна Live, мой резервный канал. Вместе мы сила. Слоган канала. Значит, я считаю, что только таким путем мы можем обратить внимание на какую-то проблему или, может быть, попытаться решить что-то. Ваши новости присылайте, становитесь с авторами контента на канале. Присылать можно в Инстаграм. Прямо личные сообщения. Подписывайтесь, кстати, на Инстаграм. Будда Гришна, нижняя подчеркивая, единичка на латинице. И на русском Будда Гришна, три российских флага. Друзья, всем пока. До встречи.